Сегодня мы обсудим несколько вопросов, касающихся энергетики, в частности, как выполняется энергетическая стратегия России. Она была принята в 2009 году и рассчитана на период до 2030 года. Но я не буду говорить о важности топливно-энергетического комплекса, это и так, я думаю, всем понятно. В прошлом году доля ТЭКа в валовом внутреннем продукте составила более 26%, в бюджете чуть меньше 50%, хотя ещё совсем недавно было больше 50%, ну а в экспорте вообще почти две трети нашего экспорта. Это и наши возможности, и наши проблемы на самом деле. Но отличительной чертой прошлого года стало заметное снижение роста экспорта по сравнению с поставками энергоносителей на внутренний рынок. То есть постепенно происходит выравнивание темпов роста экспорта и внутреннего потребления. Это, в общем, неплохо, потому что означает, что внутреннее потребление растёт. Для увеличения объёмов экспорта российские энергетические компании выходят на новые экспортные маршруты, я имею в виду АТР, Азиатско-Тихоокеанский регион. Активно идёт освоение новых месторождений. На Ямале, в Восточной Сибири продвигаются проекты по освоению континентального шельфа. В то же время завершился ряд крупных инвестиционных проектов у «Газпрома», у «Транснефти», у «Роснефти», у «Лукойла». В то же время, несмотря на реализацию крупных энергетических проектов, ряд проблем остаётся нерешённым. И прежде всего, износ основных фондов. За четыре прошедших года инвестиционные планы были выполнены на 60%, но понятно, что эти годы были не самые простые. Девятый год вообще был ещё кризисный. В этом плане лучше дела идут у нефтяников, но в целом, конечно, и нефтяным компаниям есть что делать в смысле создания новых фондов основных. И компенсации выбытия тех, которые уже свои сроки исчерпали. Сегодня нам следует более внимательно уделять внимание комплексной модернизации энергетической инфраструктуры. Акцент делается на инновационном развитии отрасли. Мы и дальше будем стимулировать глубокую переработку сырья, выпуск качественных нефтепродуктов, которые отвечают экологическим требованиям. Один из результатов реализации энергетической стратегии проявляется в том, что мы занимаемся уже сегодня не только традиционными для нас видами поставок энергетического сырья, топлива, но и рассмотрим сегодня один важный законопроект, который касается топливно-энергетического комплекса. Речь идёт об экспорте сжиженного газа. То есть фактически о частичной либерализации этого экспорта предлагается предоставить право на экспорт сжиженного газа не только нашим компаниям «Газпрому» и связанному с ним компаниям, но и другим компаниям, которые работают в этой отрасли по определённым критериям, о которых доложит министр. Происходящее сегодня изменение на мировом энергетическом рынке, а именно развитие технологий производства СПГ, его транспортировки превращает газовый рынок из регионального в глобальный, в такой же, как и нефтяной рынок. Прогнозируется рост спроса в Европе на СПГ более чем в два раза. Особенно перспективным эксперты считают рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, который развивается прежде всего за счёт Китая, за счёт Индии и других стран ИТР. Ну и, конечно, здесь нам важно именно сейчас занять достойное место, с учётом того, что рынок ЛНЖ, рынок СПГ, он такой очень мобильный, и поставлять зажирный природный газ могут заводов, которые находятся в разных местах. Поэтому мы должны показать, что мы конкурентоспособны, и, конечно, мы являемся надёжными поставщиками энергоносителей. И нужно создать условия для увеличения доли России на газовом рынке. Ещё один документ хотел бы отметить, который мы будем рассматривать. Сегодня мы рассматриваем проект федерального закона о внесении изменений в статью 57-го закона о страховых взносах. В пенсионный фонд и целый ряд других фондов этим законом предлагается изменить условия применения пониженных тарифов страховых взносов. Которые осуществляют деятельность в области информационных технологий на период до 2019 года, имея в виду снижение порога средней численности с 30 до 7 человек. Это та инициатива, с которой я выступал на Сочинском форуме, и которой довольно активно добивались представители компаний, которые занимаются информационными технологиями. Думаю, что это в целом должно улучшать наши подходы к развитию инновационных технологий, развитию инновационной среды в целом. Также мы обсудим практику установления в регионах ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребёнка. Поговорим о том, как эта мера поддержки сказывается на благополучии многодетных семей, ну и утвердим перечень регионов, в которых предоставляются ежемесячные выплаты. Мы вообще много уделяем этому внимания. Безусловно, это очень важно. Совсем недавно на Президиуме Совета по реализации приоритетных национальных проектов смотрели эту тему. Я, кстати, поручил ведомствам доработать нормативные акты, касающиеся выдачи земли многодетным семьям, а также посмотреть на ряд альтернативных вариантов. В любом случае, эти поручения должны быть доведены до конца. Мы должны осуществлять ежемесячные выплаты многодетным. Мы начали осуществлять эти выплаты с 2013 года. Эта мера была установлена в регионах в соответствии с указом Президента от 7 мая прошлого года. Выплаты сейчас предоставляются в 65 регионах и в 50 из них при поддержке федерального бюджета. Перечень субъектов мы утверждаем ежегодно. Сегодня по предложению Минтруда одобрим новый перечень. В этом году на эти выплаты в бюджете заложено свыше 3,5 миллиардов рублей, плюс 3,3 миллиарда рублей в региональных бюджетах. В следующем году средства, которые мы предполагаем потратить на эти цели, они ещё больше. В федеральном бюджете заложено 10 с лишним миллиардов рублей и в 2015 и 2016 году почти в 16 миллиардов рублей ежегодно. Местные власти тоже делают немало, оказывая посильную помощь многодетным семьям, даже несмотря на сложности с формированием их бюджетов. Но при этом хотел бы, чтобы все, кто этим занимается в регионах, помнили ещё и о комфорте для тех, кто обращается за соответствующими выплатами. Например, в 11 субъектах из 65, где эта программа работает, её невозможно оформить через удалённый доступ, через интернет. И нужно бегать за справками по госучреждениям для того, чтобы оформить полагающееся по закону пособие. Это плохо. Задача власти – сделать жизнь граждан и оформление документов максимально комфортными. Также хочу обратить внимание губернаторов на продолжительность процедуры рассмотрения и принятия решения о предоставлении вот этой выплаты. Она во многих регионах составляет 30 дней с момента подачи заявлений. Это долго. В других регионах это делается за 5, за 10 дней. Я думаю, что вполне можно и в тех регионах, где на это отведён более длитный срок, всё это сжать и сделать так, чтобы люди получали всё быстрее. В любом случае, решение проблем многодетных семей правительство будет держать под постоянным контролем.